Всем привет! Меня зовут Дарья, вы на канале Mabort of Books. И сегодня я хотела рассказать вам о книгах, которые я прочитала в конце этого года. Это самые для меня запоминающиеся книги, и сейчас про них узнаете и вы. Давайте же начнём! Итак, первая книга это Мара и Морок, 500 лет назад, Ли Арден. Это приквел к серии Мара и Морок. Здесь отдельная история, которая происходит за 500 лет до событий из книг первой и второй части. Здесь рассказывается про главную героиню Мара. Это период, когда сами Мары это что-то обыденное. И людей они не удивляют, как в книгах, чем в первых книгах. И здесь мы узнаем, как с самого детства Мара попала в общество, собственно, как она стала Марой, и какие события к этому привели. Узнаем о её семье и о том, что думали о Марах люди. А также узнаем немного больше о Мороках. Почему Мары их боялись, почему с ними совершенно не общались. Если честно, эта книга мне понравилась больше всего, чем даже первая книга, потому что здесь как-то уже, наверное, автор лучше понимает, как лучше строить сюжет. Он не затянут, по моему мнению, а планомерно рассказывается и постепенно вводится в историю читатель. Также мы немного лучше узнаем о мире, в котором жили Мары и Мороки, о людях, о их обычаях в то время. И это более полно позволяет нам открыть этот новый книжный мир. И поэтому считаю, что это достаточно удачная книга для прочтения, поэтому всем советую познакомиться, если вы ещё не читали эту книгу. Так, вторая книга, о которой мне удалось познакомиться, это «Ритматист» Брэндона Сандерсона. Для меня Брэндон Сандерсон — это автор, который появился как открытием в этом году, вернее, даже в конце этого года. И здесь отдельная история. Показывается учебное заведение, где есть как обычные ученики, есть как и обычные ученики, так и сами арифматисты. Арифматисты, у них есть, скажем так, некоторые способности, и они способны с помощью специального мела вычерчивать определённые линии, которые могут оживать. И с помощью этих линий они могут атаковать врагов. И в этом учебном заведении арифматисты — это некоторая элита среди других обучающихся. И вот наш главный герой, ему, к сожалению, не удалось стать арифматистом, так как где-то в шесть лет происходит посвящение, не каждый человек может стать арифматистом. Но ему, к сожалению, не удалось стать им. И он, к тому же, растёт в неполной семье. Мать его, представляю, ей приходится из-за того, что муж рано умер, работать уборщицей, и у них, естественно, мало денег. А учится он за счёт того, что его отец был изобретателем мела, и он был очень хорошим другом реактора этого университета. И поэтому выделил, скажем так, некоторый грант для этого ученика. Но он всё равно самостоятельно изучает всё, что связано с этой магией, с арифматистами. Всю теорию, все книги, которые ему удается достать, он читает. И теорию иногда он знает лучше, чем сами арифматисты. И вот начинается, в некотором роде, некий детектив, начинают пропадать арифматисты. Предполагается, что они даже были убиты. И главным героем вместе с полицией и одним из учителей этого учебного заведения они пытаются раскрыть тайну этого, скажем так, убийцы или похитителя. И также, вследствие чего, они узнают очень много нового о этой науке арифматистов. И кто знает, может быть, даже у главного героя появится шанс стать таким же, каким он мечтал. Третья книга — это «Нонфикшн. Сила подсознания» доктора Диспенза. В этой книге он рассказывает теоретический подход к своей... У него есть некая теория, связанная с квантовой наукой. А если вкратце, то тело, физическое состояние человека и его мысли неразрывно связаны. И многие люди живут не так, как они хотят, потому что они отдают всю силу и, скажем так, контроль управления полностью своему телу, то есть живут как бы на автомате. Из-за этого возникает очень множество неприятных моментов. Люди недовольны своей жизнью. Казалось бы, всё получается не так, как они хотели бы. Данный автор Диспенза предлагает целую практическую методику. Вначале идёт теория, где он объясняет все свои представления, а затем методику пошагового воздействия на свою жизнь, в основе которой лежит, собственно, медитация. Но чтобы к этой медитации пройти, нужно как минимум 4 недели, а для полного закрепления даже и 5 недель. И если постепенно, за каждым шагом, асфальдить эту методику и потом постоянно применять её в жизни, затрачивая где-то 10-15 минут минимум, ну или полчаса хотя бы в день, то это, автор утверждает, полностью способно изменить нашу жизнь. Естественно, он не предлагает какое-то волшебное средство, и чтобы что-то поменялось, надо что-то начать делать. И даже, чтобы обучиться этой методике, надо затратить некоторые условия, во-первых, своё время, и главное, наверное, прежде всего, верить в это. Потому что если ты будешь всё делать, программировать, что у тебя ничего не получится, то так и будет. Так или иначе, я считаю, что это весьма полезная книга, и в нашем современном мире, где столько странного сейчас творится, иногда даже такие книги могут быть полезны. И, наконец, четвёртая книга Брэндона Сандерсона «Убийца-воин». Это вот последняя книга на данный момент, которую мне удалось прочитать, и я просто в восхищении от этой книги, и от самого Брэндона Сандерсона, как, во-первых, это можно всё придумать, во-вторых, насколько он тщательно подходит к мелочам, описывает совершенно неизвестный мир, который он, собственно, по кирпичикам придумал, и как будто бы он сам это видел. Просто меня это просто очень поражает. А если кратце о сюжете, это новый неизвестный мир, где магия связана со светами. И они могут использовать те, у которых... у людей, у которых есть некие дохи, или это, может сказать, частички души, или что-то такое. И чем больше у тебя их скапливается, тем более ты могучнее становишь. То есть... Человек должен знать определённые, во-первых, команды, во-вторых, совершая команду, он как бы берёт цвет из какого-то предмета, обесцвечивает его, и способен... дать любую команду этому предмету, например, чтобы он его защищал, или он что-то схватил этот предмет. Ну, по-разному, в общем. Так вот, в этом мире противостоят два государства, Идрис и Халандрен. Считается, что в Идрисе истинная королевская ветвь живёт короли, а Халандрене — это боги-короли. Есть бог-король общий и другие боги. Они возвращённые. То есть, как бы, они умерли, но вернулись и обладают некой божественной силой. И их считают пришлыми. После некой пан-войны они захватили Халандрен. И между этими государствами они на грани войны находятся. Чтобы войны не случилось, они посылают этому богу-королю из Идриса королевскую дочь, чтобы она стала его женой. Но она должна была... Это должна была быть старше дочь, но король не хотел её отдавать, потому что очень любил. И решил, что лучше будет пожертвовать третьей дочерью, самым вашей, и он так и сделал. И в итоге мы понимаем, что эта младшая дочь, она совершенно не готова к этому. И она сталкивается с совершенно новым для себя миром, где ей всё непонятно. И ей как-то надо выживать в этих новых условиях. А старшая дочь, она тоже не знает, что ей делать, так как она всю жизнь готовила стать королевой в том государстве. А теперь получается, что она потеряла то значение, которое могла бы получить. Она отправляется, чтобы якобы спасти сестру, а может быть даже предотвратить войну между двумя государствами. И здесь мы увидим противостояние, скажем так, бага, мира, где правят короли, в их вседозволенности, мира, где можно получить всё, что угодно, и мира обычных людей, которые влачат в существование. И вот эта принцесса, старшая сестра, старшая дочь короля, она оказывается как раз среди обычных людей. Она только тогда начинает понимать обычный народ, как он живёт, и полностью меняет своё мировоззрение. А младшая дочь, которая была поверхностной, только веселилась, она тоже становится намного серьёзнее, и понимает, что от неё зависит фактически будущее, жизнь двух государств. И в итоге здесь мы узнаем, смогут ли эти два государства договориться, и узнаем, чего может стоить власть над предметами, и даже над другими безжизненными людьми. Вот это самые интересные книги, которые я прочитала за последнее время. Надеюсь, что вам тоже эти книги, если захотите прочитать, понравятся, или уже понравились. И увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok